МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ВИТАЕМ ВАС СУ ЭФІРУ БЕЛАРУСЬ СТРЫНОВИНЫ КУЛЬТУРЫ НА КАЛЕНДАРЫ 24 ЛИПЕНЯ Сёдня мы расскажем про удельника у круглого стола, мастацкая литература и к шляху 1 до 1, что пройдя подчас Дня Беларусского письменства у Иванова. Разом с японскими распроцессчиками проедем на беспилотном автомобиле, а гучим варты до прокляду проекты телеканала «Беларусь-3» и доведаемся про спектр деяностей Евразийской конфедерации товарыства у правоуладальника, у якого недавно узначали у беларуский композитор Олег Моуча. Письменники с 10 краин света приедут в початку вересня на круглый стол у Ивановский район до Дня Беларусского письменства. Это проставники Азербайджана, Казахстана, Кыргыстана, Латвии, Литвы, Молдовы, США, Польша, России и Украины. Круглый стол мастацкая литература «Як шлях 1 до 1» пройдя у вёсцы Верацевича у музея Наполеона Орды. У першыню сустрэча письменника у таким формате пройшла у вересни 2007 года. С того часу я наладзится, что год. Нагадаем, 25-й день беларусского письменства у Иванова пройдя другого вересня и будзе прасвешены теме «Моя малая Радима». Протекавые культурные мероприемства, які агэтыми днями ладятся у беларускай столицы, доведаемся от наших корреспондентау. Картины с национальным колоритом вернулись на Радиму. Израильская мастачка с беларускими коронями Любов Минкович передала удар своей полотны – историчному музею нашей краины. Тут напередо дни открылся персональный вернисаж мастачки, яка изъявляется постоянным экспонентом международных проектов США, Италии, Ермании, Австралии и Израиля. Боль за 40 акварелев пополнили державные фонды. В год «Малой Родины» мы обращаемся к творческому наследию тех наших соотечественников, которые проживают за рубежом. И этот год, который проходит во знаменовании 70-летия независимости государства Израиль, конечно же, мы обратили внимание и на тему наследия наших беларусов, которые сейчас проживают в Израиле. На работах родные для маэстро Мястины, Троецкое продместе, Старый Минск, Мирский замок. Усеры сны маю радимы, аутар, звернулась и до темы «Уборки лену», яки личатся беларуским национальным брэндам. Один из главных летних опен-эра в Беларуси – Международно-музычно-спортивный фестиваль «Вива Браслав» все лета пройдет третьего и четвертого жниюня. Готовая беларуская ибеца, где якостная музыка и устылях поп, рок и хип-хоп сустракается с лепшими электронщиками на оберазе в озеро Дрэвяты. А кроме у вас на самой музыке, гостей фесту чекают мастер-классы, экскурсии, выставы и кермаши. Малеоничные фейерверки, пляжный волейбол и баскетбол, жартовные эстафеты, прогулка на роверах, сплав на байдарках, шпацер на яхте и навод палет на поветранном шарите и вертолете. Четвертого жниюня на аэродроме Баравае отбудется 11-й музычный фест «Рок за Баброу». За свою популярность эксперты называются его «Беларусским Востоком». В разные годы на им выступали такие зорки, как «Океан Эльзы», «Муми Троль», «Каста», «Чаев», «Воплевида Плясава» и другие. Разом с тем фестиваль «Завсёды» был пляцовкой для молодых беларуских выканавцев, с которой они стартовали на сцене и завоевывали признание аудитории. Все лета территория фестиваля повеличится вдвоя, а сцена – троя. На «Рок за Баброу» выступять ДДТ, «Спліна», «Звіры», «Джей Морс», «Нейрадзюбель» и іншые. 11-го жниюня на пярады дні дня на раджэнне одного з самых знакомітых керунюков Мінска, графа Чапскага, у Мінску, у Лошудскім парку, пройдя трэцій европейскій фестываль пада открытым небам «Афэст». Все лета публіку жакая яшчэ больш забаў, прысмак і артыстаў. Адпачываць можна будзі і ў шпацары паміш розными лакаацэмі і папросту на травеці і дэване, альбув адмыслово признашэных місцах. Замежным хэдлайнерам ў гэтым годзі будзі брытанская спявачка Сафі Эліс Бэкстар, беларускім «Гурд без билета». На фестывалі таксама выступіць французскі музычны хаос-поп-дуэт «Мою». Выстава фотографії «Беларускія туманы» Мінскага фотографа Віктора Суглоба зараз працтавліна ў Гродзінской грацкой выставачнай зале. У експазіцій амаль 60 фотосдымкаў, які адлюстровыць прыгажозь туманов ў сільскай мясцовасці. Дарэчы Віктор Суглоб – стваральнік пешыг ў Мінску фотомузіў і калекціонер фотоапаратаў, якіх ў яго 2,5 тысячы. Пазнавшы, што Гродзінскі фотоклуб марыцт стварыць свой музей фотографії, Мінчанін привёз і падарыў для аго з десяток старых фотокамер. Выстава даўжыцца да пачатку жніўня. Шарговы выпуск праэкта «Гарады Беларусі» раскажа пра прыгожы горадзня менш прывабный назвай «Ліда», што размястіўся ў центральный часты Гродзінскай в області. Ауторы здесніць падарожа па гістарышных мястінах горада, давідуецца пра ягославутык жыхару і ўбажаць знакавы будынкі і музеі. Пірадач ў цыкла «Гарады Беларусі» пра «Горад Ліда» глядзіцца завтра ў 17.01.30 с квілі на Беларусі 3. Беларускі Дзержавно акадэмічны музычны театар завтра працтавіць пастановку «Трыстаны Ізольда» буйны міжнародны праэкт, жанр якога бешчаны як фолк-рок-мюзікл. Працаваў над ём запрошаны російські режісёр, ёнже балітмайстар-пастановщык Мікалай Андросаў, вядомы беларусам па спектаклях «Блакітная камея» и «Джэйн Эйр». Дарэчы Андросаў і рані ўжо працаваў з гэтым музычна-літературным матырыялам. Разам с компазіторам Аланам Сімонам выпустіў французскую версію «Трыстаны Ізольды», а пасля ставіў спектакль на сцені Новосибірскага театра музычны камеды. У Віцівскім драматычным театры заутра адбудзіцца вечар беларускіх вадывіляў. Спектакль «Жарты» ў пастановці режісёры Міхася Краснабаева ўявляе сабой весёлы калі доскоп па творык беларускіх літератораў. Мікіта Улапаць, Міхася Чарота, конскі партрэт Ліапольда Радзеевича і Прымакі Янкі Купалы. У Гомельскі абласны драматычны театры заутра запрашае на прэм'єрны спектакль «Каханні без термазову» па водлі п'єсы Мікалай Рудковскага. Гэтым спектаклем артысты завершаюць 79-ый театральны сезон. Дай жанчына з вільмі нічаканым рашэннямі, учынками і высновамі. Гэроі спектакля пражываюць сюжэтны перапяты і на сцені, і на кіноэкрані, дзе становяцца персанажамі любімых культовых фільмав. Далі пазнаёмся з падзеймі, што адбываюцца пазамежамі нашай країны. Недаўна японскі распрацовщыкі працтавілі ультрадакладные трохмерные лічбове карты для беспілотных аутамабілів. Вывізці такі ауто на дарогі Японія планує да літніх олимпіські гульну 2020-го года ў Токія. Гэтае ультрадакладные трохмерны лічбове карты здольны зрабіць галіну беспілотных аутамабілів більш безпечной. Дзякуючы новай технологі на карте адлюстровываюцца дадатковыя деталі, такі як древы і пішаходы. Распрацовшык абяцаю, што хібнасть ў малюнку складзе не більш за 25 сантыметров. Будь а перышній час для визначэня координата выкористовыць джіпіес. Гэтае технологія шырока ўжываецца ў суднаходстве, авіапералетах і телекаммунікаціях. Аднак ў гэтым выпадку хібнасть можа дасягаць 20 метров, асабліва ў будынках або тунелях. Кэб прибраць хібнасть джіпіес, мы прапануем паслугу сэрвісу перадачы адкарэктованных дадзіных, дзякуючы якой карыстальнікі можуть распазнаваць дакладны місцезнаходжыня да сантыметра. Для аутаномнага керавання 3D-карты з высокой дакладнастю будуть вельми важны, покольки дозволить керувцам доведаться, яка на перадзі дорога. На экране компьютера такие карты являют собой массу дробных кропок, які формирують 3D-малюнки, дрейл, дорог, шильдів, будинків, автомобілів і пішоходів. Кэтай дадзіны шітваюця адмысловыми сенсорами і камерами, розміщені на транспортній сродку. Распрацівщики свіржають, що палєвшіная технологія картографування буде спочатку використовуватися у ізаліванних місцях, такі як склады. Її так само будуть проміняць для машин, які тільки частково обсталіванні системай аутаномнага керування. У музію істори беларускага кіноця Агамліпіня і Жнівня ладзіця ретроспіктіва пам'яті режісера Кіры Муратова, іспознаючий Бєлый світ. Заутро у вазі глядашоу пропанується екзистанційная драма з двох новел – «Астанічный синдром». Фільм называюць симптоматычным для епохи перебудовы. Муратова метафарычна і уважлива показала грамадскую ситуацію межі 80-х-90-х годів, калі нікому няма справа адзін да однаго і калі кожна не слухає, не чує і не разуміє. Аутр ставіць діагноз грамадству, выносячі яго у назву фільма. Заутра до дня нарадження заслужних архітектора Беларусі Ліаніда Лєвіна в ефірі «Беларусь-3» аутрская программа Александра Дамарацкага «Святло далекай зорки». Історична няміга, помнікі Купалую коласу, праекты станцій Мінськага метрополітэна – усе гэта працэ маэстра. Правда, для усіх ёну першу чаргу – адзінце стваральнікаў меморіальнага комплексу «Хатынь», за які ў складзі аутрскага коліктыву був гонраванай Ліаніцкай прэйміей. «Святло далекай зорки» памяті архітектора Ліаніда Лєвіна глядіці завтра у 22 гадзі на 30 хвілі на Беларусь-3. У музея сядзібі Ільі Рэпіна разгорнулась і персональна выстава жылопісу і графіки Надія Гутнікова і в околіцах Майонтка, Здраўнёва, магія символів і знаків. Яна прасвічана месту, дзе русскім астак Ілья Рэпін плённо провёл 8-літніх сізонів і написаў борж за 40 палотнаў, эскизів і малюнкаў. У експозиції 25 работ, які раскрываюць разнастайна грані індэвідуальнасті аутара і демонструюць шырынню творчай свабоды мастака. Выстава працюю па першага жніўне. Шэдор національнага мастацтва, опера «Сівая лігенда» компазітора Дмитра Смольська га і аутара лібрэта Уладзімера Караткевича саправдыл унікальны твор пра любо да беларускай зямлі і айе народа. Опера была працтаўліна па час масштабных акультурных амеропрыємства вечара Великого театра ў замку Радзівіла ў 2013 годзі. Убачыць действа можна заутра ў 22 годзі на 55 квілі на Беларусь-3. У рамках меропрыємства ў года малой Радзімы ў выставачной залі Бабруйська га мастацкага музея адкрылася фото выстава Александра Чугуева «Перспектива» пра меркаванай да 50 годзі аутара. Фотограф пераважна працюе ў жанрах репартажу і сюжэтной фотографії. Міна віта чалавек уявляе для агона большу цікавасць. Аутараў падабаецца надзіраць за людьмі, раскрываць іх душы, радывацца іх радыстям і спашуваць стратам. І гэта не адхілінае сузіральнаць, а суперыжыванні. Выстава дзейнічыя да 27 галіпіня. Яшчы, нядаўна на пазашарговым пасяджынні Генеральной Асамблі і президума Євразійська конфедараццаў таварыстаў праваўладальнікаў, якая проходзіла ў Москве, абралі вышайшыя керавніцтва. Портфель президента конфедерации отримав беларуский композитор Олег Моўчан. Мы сустреялись азім і поговорили про дзейність організации. Олег Владимирович, здравствуйте. Примите наше поздравление. Сразу два важных события произошли практически одновременно в вашей жизни. Это вручение медалі Франциска Скарыны і назначення президентом Євразійськой конфедерации «Общество правообладателей». Получается, что Скариновская награда догнала вас спустя 30 лет? Да, знаковое произведение, это большая крупная форма. Рок-поэма Авасола Альбасова Скариновна Слова Александра Легчилова была написана в 1989 году. И как раз, что знаково, что государство Санбрали Песняры в тот момент взял её в свою юбилейную программу. Так уж совпало, что было 500 лет со дня рождения Франциска Скарины, и 20 лет основания ансамбля. Олег Владимирович, насколько я знаю, должность президента Евразийской конфедерации «Общество правообладателей» первой в её истории. Должность президента Евразийской конфедерации, она ратируемая. И очень приятно, что Белоруссии отдали первое право, что мы стали первой страной, которая руководит этой организацией. И, кстати, должен сказать, что эта инициатива Андрея Борисовича Кричевского, генерального секретаря лично его, и его поддержала президиум и вообще генеральная ассамблея. Вы известны как принципиальный защитник авторских прав. А что послужило в своё время поводом занять такую позицию? Всегда обижала на протяжении всей профессии, что артисты как бы на первом месте, потому что они таблоиды, а композитор, автор, который создатель, всегда по боку. Могли и имени назвать, ты должен рад быть, что твоя песня звучит. Исполнитель тоже вносит свою душу, но давайте говорить всё-таки про создателей. А каков спектр задач конфедерации? Это конфедерация, в которую входит много общественных объединений, в том числе и наш национальный центр директоральной собственности. Организация «Молодая» на год назад её создали, и создали её в Минске. Мы должны больше и больше развиваться и укреплять связи между нашими странами, унифицировать наши вазы. Второй вопрос – привлечение творческих союзов различных. Причём в конфедерацию входят не только композиторы, входят художники. У нас же есть прекрасные, допустим, какие-то галереи, где могли бы выставляться азербайджанские художники, выставки российских художников. Опять-таки мы могли бы обмениться, увеличивать культурный обмен. А какие шаги в должности президента конфедерации обозначили для себя как первостепенные? Конфедерация «Молодая» – во-первых, как можно больше заявлять о себе. На территории нашего Евразеса, как мощная организация, общество правообладателей, то есть именно организация, которая защищает авторские права всех людей, которые занимаются искусством. Собираюсь делать в Минске встречи и президиум в Минске провести в этом году, для того, чтобы задействовать и наши культурные организации, в том числе и Министерство культуры, чтобы тоже присоединилось, чтобы у людей возникало понимание. Когда понимаем, что есть интеллектуальная собственность, мы сразу становимся немножко на ступеньку выше. Олег Владимирович, спасибо. Еще раз у вас награды и успехов вам на новой должности. Спасибо большое. И покойка – это все, что мы поспели вам рассказать. Познавайте больше разом с нами, подтримливайте культуру и заставайтесь на Беларусь-3. Субтитры создавал DimaTorzok